Человек, который расширяется, берет доплату в ботеку и покупает большее жилье, конечно, я думаю, что он сэкономит, потому что, скорее всего, по прогнозам развития рынка, цены будут увеличиться на жилье. И это связано со многими факторами и со стабилизацией обстановки финансовой в самой стране, когда люди уже более уверенно начнут брать ботеку со снижением ипотечных ставок, с тем, что не строится сейчас того количества жилья, которое мы имели, допустим, год-два лет назад. Поэтому воспользоваться, вот той возможностью купить сейчас те квадратные метры дополнительные, которые требуются при расширении, более дешево, конечно, я думаю, что разумное решение. Потому что завтра эту доплату придется делать больше. И здесь вряд ли, даже если будут ставки ниже, вряд ли будет выгода для клиента. Поэтому сделки с недвижимостью вообще всегда нужно делать вчера. Это доказывает вся история развития рынка недвижимости. Единственное, вот тут вот с падением связано, было, конечно, пересмотр интересов покупателя, но опять же ухудшились условия. То есть снизились цены, нет денег. Появились деньги, повысились цены. То есть вот такая история развития. По недвижимости вообще-то неблагодарное дело строить, я вам скажу так. Потому что она преподносит сюрпризы, и так как эта система достаточно инертная, и если она идет вверх, то она идет вверх так, что не догонишь, как говорится. Если она покатилась вниз, то тоже здесь не что-то не остановит. На сегодняшний день мы наблюдаем стагнацию рынка недвижимости, то есть цены где-то примерно в одном уровне стоят. И даже там аналитика, где там 1% вверх, 1% вниз, она несущественно, в общем, не отражает реальную ситуацию рынка. По нашим ощущениям рынок сейчас по ценам стабилизировался встал. Единственное, что замечаем, что нижний диапазон начал подниматься чуть-чуть вверх. Нижний диапазон цены, то есть те дешевые варианты квартиры, как вот предыдущий товарищ задавал за миллион, они исчезли. Они исчезли из-за обороты, и уже все меньше и меньше. И вот эта вот планочка нижнего диапазона, она поднимается. Мы это ощущаем. Что касается, ну, в принципе, прогнозов, на основе которых мы как-то свое будущее строим, наше мнение, что будет, конечно, подниматься цена на недвижимость. Рынок цены на недвижимость, основная зависимость – это от покупательской возможности. Уменьшается она у нас, падает цена, увеличивается покупательская возможность, она растет. Вот если говорить о прямых зависимости, это единственное, что на сегодняшний момент влияет на цену. Конечно, на будущее будет на цену влиять насыщение рынка. Это как-то жилья станет больше, чем желающих расширить, там его купить и так далее. Но на сегодняшний день это не актуально, на мой взгляд.